Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Недавно я взяла ипотеку, купила однокомнатную квартиру в элитном 18-этажном доме. Красивый очень домик. А что значит в элитном? Это значит с консьержем, огороженной территорией, подземной парковкой для автомобилей. А однокомнатную квартиру мы взяли для тети, которой в этом году исполняется 85 лет. Из старой квартиры, из мебели мы забрали только кухонный стол и стулья, которые я декорировала. Все остальное мы купили новое. Это подъезд. Как видите, в новых домах чистенькие, аккуратные, приятные подъезды, за которыми следят, все моют. Жек у нас здесь очень хороший. Как вы видите, два лифта, один грузовой, другой пассажирский. Подъезд просторный, большие и длинные коридоры. Все очень удобно и комфортно. Площадь однокомнатной квартиры 40 квадратных метров. Комната 24 метра квадратных, 6 на 4. Лоджия 6 метров квадратных. Кухня здесь небольшая, 7 квадратных метров. Туалет и ванная комната, они раздельные. В туалете есть раковина. В ипотеку я ее взяла за 1 650 000. 10% я внесла первоначальный взнос, это 250 000. Ипотека обошлась мне в 10,5% годовых. Была акция, без личного страхования, без страхования квартиры. То есть никаких лишних страховок, каких-то комиссий, ничего такого не было у меня. Квартира чистенькая, аккуратненькие, недорогие обои. Впрочем, можно просто поставить мебель, заехать и жить. Натяжные потолки везде. То есть это вот уже от застройщика идут. И в комнате, и в туалете, и в ванне, в коридоре, на кухне. И линолеум на полу. Это старый дом, в котором жила наша тетя. Пятиэтажный жилой дом. Хрущевка, без лифта. Жила она на пятом этаже у нас. Площадь квартиры была 30... Вот это вот подъезды, видите, какие маленькие, небольшие, страшные. Хоть в них делают ремонт. Бесполезно все это убого так смотрится. Жила она у нас на пятом этаже. Квартира была 30 квадратных метров. Пятый этаж, лифта нет. То есть у нас тетя уже не была на улице два года. Очень тяжело спускаться, еще тяжелее подниматься. Мы уже вот начали в ней ремонт. Поставили дверь, новые пластиковые окна. Новая идет электрическая вся разводка. Все поменяем. Может быть в будущем я сделаю видео, как из хрущевки можно сделать конфетку. Но, в принципе, квартира очень, я думаю, что будет тоже хорошо после ремонта. Ну и вернемся в новую квартиру. Вся мебель вот куплена ей новая. БУ с рук. То есть пытались что-то посмотреть. Но это настолько все старое. И люди даже, может быть, БУ использовали буквально полгода-год. Но сами знаете, как люди пользуются некоторыми вещами. То есть там без слез уже не взглянешь. Лак-придиванный столик из Икеи был 599 рублей беленький. Я сейчас немножко по ценам скажу. Обставить, вот обстановку сделать, да, квартиры можно недорого. Это вот светильничек, который подарила моя сестра, моей тете на новоселье. Сделан светильник своими руками. Заходите к ней на канал. Лариса Шестакова. Очень много интересных вещей. Оригинальных, которые можно сделать своими руками. Это вот стулья, которые я декорировала. Три стула. Еще четвертый у меня стоит. Нужно сделать. Никак руки не доходят. Это кресло-кровать. Классика. Ткань золотой руно. 6400 мы отдали за кресло-кровать. Это диван. Видите, тоже такая же ткань золотой руно. Четыре подушки. 7800. Когда я приобретала диван, кровать, то я сразу же заказала такую же ткань. 5 метров на портьеры и 2,5 метра на покрывало. Гостиная. Отдали мы за нее 11 540. Много различных ящиков в гостиной. Очень удобно. Все перевезли. Все цветы ее перевезли. Это столик Икея 1799. В туалете мы, в принципе, еще пока ничего не делали. Он остался без изменений. А вот в ванной комнате мы уже наклеили мозаику. Это пластиковые панели. Метр, по-моему, на 50 они идут. Ну, грубо так говорю, размер. Приклеивала я их на жидкие гвозди. Ну, намного получается как проще и чище, чем бы я смеси мешала, плитку приклеивала. Ну, и мне надо было это все сделать буквально за неделю. И поставить мебель, и помыть, и тетю перевезти. Поэтому все в таком вот напряжении, в напряженном режиме было. Это вот часы на кухне. Точно такой же рисунок сейчас будет на фасадах на кухонном гарнитуре. Тут тоже и холодильник новый, и плита новая. Вот единственный старый кухонный стол, который накрыт клеенкой. Вытяжка тоже новая. Ну, вот фасады у кухонного гарнитура. Кухня тоже недорогая. Но такая прямо она замечательная, симпатичная. Тоже приклеила, видите, мозаику. Пластиковые панели на жидкие гвозди. И здесь вот получается зона готовки-то. Ну, это вот в ванной комнате полностью одинаковое все под гжель. Заказывала комод, корзину для белья, тазик, чтобы все это сочеталось, смотрелось. В принципе, по цветам все нормально вроде подобрали. Ручку приделали ей, чтобы она держалась. Зеркало. То есть все необходимое, в принципе. Кухня весна нам обошлась в 15-330. Вытяжка 1970. Электрическая плита 13 610 рублей. Холодильник мы взяли за 14 760 рублей. Это вот только поставили нам кухню. Я еще даже помыть не успела, сфотографировала. Фасады красивые прям. Шкаф-купе 6300. Он стандартный размер. И кухня стандартных размеров. Поэтому все получилось так недорого у нас. Мебель и техника получилось на 80108 рублей. Ну и по мелочи всякие подставки, тарелки на 15 тысяч. А вот тетя, знакомьтесь, тетя Юля наша. Машите рукой. Спасибо вам большое за просмотр. До свидания.